всем привет меня громов александр зовут это мой канал под названием оконный мастер а почему так называется потому что так называется моя профессия ну еще дверной мастер фасадный мастер короче все короче к окнам относится я думаю все это знают прекрасно так вот есть у нас один заказчик ну есть допустим заказчики они там один раз обращаться там лет 10 назад обращаются вот и там они сначала одну квартиру мы им делаем там они потом в двушку переезжают потом не братья там все острые родители и так вот делаешь делаешь начинаешь нормально как бы общаться через 300 метров камера на полосу даже уже заказчиками как бы такое ну как бы не дружеской но такое приятельское я бы сказал отношения вот потом эти заказчики начинают покупать все дома какие там к нудачи всякие в общем и соответственно они приглашать ими нас нас приглашает и вот у нас был такой случай то что вот один из за таким на таких наших как бы заказчиков постоянных вот всю семью узнаем звонит звонит нам говорят вот хочу дом строить хочу хорошие окна себе огромный там проем у него что-то там 6 на 3 вот такие окна все хочу и чтоб они раздвигались еще это было в том году в общем и приехали посмотрели сказали сушка нашими силами это сделать невозможно а даже если возможно но это просто будет конский ценник в общем тебе надо нормальную там организацию обратиться которая занимается именно такими там параллельно с движными подъем с движными ps 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 такие вот конструкции собственно что он и сделал не пожалел стеклился дом фасадка лютехом и сегодня звонит с утра это был в том году это еще рассказывал был в том году и сегодня с утра звонит год блин парни выручайте ко мне приехали делать фасад ну это штукатурить мокрый фасад и выясняется что у меня два окна стоят относительно других окон ниже на 2-3 сантиметра а так как у него после этого будет окраска полосы какие-то там декоративные короче полосы будут горизонтальные и это будет все очень видно давайте ко мне приезжайте и что-то выручайте мне короче надо их поднять на 2-3 сантиметра это было 8 утра даже не 8 а в пол восьмого ну такие ну ладно благо что тут все это рядом в 9 часов я к нему подъезжаю мы все это обсуждаем смотрим вот он говорит парни выручайте пожалуйста а нюанс в том что там стеклопакеты очень тяжелые стоят в этом в этой конструкции вот он не знаю как это могут вчетвером его закидывали не знаю как получится в общем я гонорастом я вот илюха мой мой напарник все как нам будет ничего как мы сладим давайте пожалуйста прийти и все у нас вообще-то планы были у нас планы на сегодня какие-то ну блин парни выручайте короче по-братски в итоге блин ладно давай короче мы тут дела свои поделаем там в час приедем тебе начнем лупать твои окошки выравнивать ну и соответственно сейчас вы это увидите немного сумбурная получилась съемка так как он не очень-то желал горел желанием полить все это дело ну чтоб я что-то снимал там еще особенно его показывал а еще место где он не хочет как мне не публичный человек но я офигел от этих конструкций такие классные конструкции делают не в нижнем в общем профиль алютех 7 и 2 стеклопакет 50 просто петли скрытые где в нижнем еще такой увидим как не у этого заказчика короче мы удивились а он удивился что мы удивились он говорит парни вы чё типа мастера и 15 лет ездите я думаю такие конструкции как у тебя видели только в москве и то они уже все кривые косые были вот все это сейчас мы увидим то снимаем так что не обессуете за такой кривой монтаж по моему даже в конце я забыл подснять потому что время уже 8 часов вечера мы только закончили все ладно смотрим и в конце я подведу итог ну а сайт я обязательно расскажу про деньги про пусть и на бубы для подписчиков пусть и обязательно расскажу сколько мы заработали такому хорошему человеку сделали доброе дело и сколько мы в итоге заработали подсказка немного все давайте смотрим ну и соответственно подписаться надо на телегу на общедоступный канал оконный мастер он так и называется тик ток вконтакте дзен ну а пусть я уже сказал собираю сейчас на телефон надо 25 тысяч на телефон собрать потому что снимаешь снимаешь бац а у вас нет памяти и все как бы контент на что-то удалять а то еще не в общем короче него немного я замучил с этим телефоном за свои я конечно могу купить но не хочется так еще четко все работает свет еще такой текстура марта шершавенькая до есть маленькие царапинки но тут есть все таки коцаки коцаки маленький до строк тяжеленый но удивительно что он таких этих на на скрытых петлях а и ручка у тебя еще гляди к с редуктором необычная говно ручка но ручка с редуктором как на пластике обычно такие же здоровые мнение но это понятно прикол ладно снимаем стеклопакеты и вытаскиваем это окно отсюда не четко то что вообще стеклопакеты стис так один стеклопакет мы все троллейбусы на самом деле когда они стоят туда у него должны быть усики специально вот пусть не усик у него должны такие типы пружинины усики в общем внутри рамы стоит такой утеплитель откуда вода у тебя должна стекать неинтересно вода сюда попадает а вот откуда она вытекает вот точно если не будет для ножа пакет подожди 8 16 6 16 6 вот считать надо 8 16 6 6 6 вот считать надо 8 16 6 16 6 6 ну чё-то времени хочу посчитать так сейчас нам на задача этот стеклопакет вынуть и потом будем откручивать крепежи вытаскивать все равно если кто еще не понял зачем мы это делаем нам надо на два сантиметра это окно залысить так по фасаду другие окна идут в один уровень а это окно чуть ниже сделали поэтому надо переставить так большой стеклопакет весит он где-то ну килограмм на 100 в общем где-то 52 миллиметра ширина стеклопакета увесистый такой 100 килограмм втроем мы сняли его соответственно на эту раму надо вот она вот у нее уровень а вот она должна где быть конечно не так интересно пена специальная для деревянных и алюминиевых рам которые если сжать она восстанавливает она восстанавливает свою как эти у детей есть вот эти игрушки современные ведь как они называются с этим своим своим по типу эту пенку все кстати очень классно а как называется не помнишь название солдал флекси форма солдал флекси форма это солдал вот оно в чем дело так потихоньку ее трубу все 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 раму мы выдернули стартный профиль для откосов все вниз и сейчас опускаем вытаскивается только что поставщик сейчас может просто остаться надо прорезать и удалось все оторвалось но не везде сейчас надо снять оцинкованные уши придержались без ржавчина один год мостики холодно по классике они должны быть развернутые вот эти штуки вот так вот и не столько а блин пока вытаскивал лук себя разодрал чистим на самом деле мы с собой привезли давненько монтажами занимались клинья пластины привезли сейчас будешь это чики-пики делать очищаем проемы сейчас снимаю вот стис ты с пенкой вот они за увидит видно не видно будет вода монтажном шве вода это джать не получится в общем она вся в воде так вот здесь вот все сухо здесь здесь вот сыра причем тут то место как раз где пенка прикасается со стизом хотя это правильный стис а он должен выводить излишки воды но почему-то в нем как бы она есть и немного но она как бы есть потому что как раз таки идет процесс вывода то есть вода хочет выйти но она не может выйти в одну секунду испариться интересно 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 проем почистили пум 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 сейчас вот это я сказал да это что вот воздух отсюда заходит и вот между ними ничего нет и воздух проходит между ними и между ними они никак не загерметизированы и будет выходить то есть вот это что суньте вот такую штуку стен как думаете будет продаваться воздух или нет надо делать как можно меньше разворачивать и делать на улицу ну или в дом вот еще дверка вес двери вместе с пакетом на около килограмм на 80 точных а то и больше по сотню открывается просто божественно мягко специальная поддержка рота не ограничитель стоит 1 2 3 4 сапу сзади 1 снизу прижим сверху нет и тут тоже 4 . прикольно как на пластике с внутренним редуктором петля и уплотнитель прижат крайне плюс этот еще уплотнитель тоже офигенный алютех по всему берем прижат без разрыву сверху если не продуваться не будет ничего там сейчас вышкуривает эту штуку чтобы новую сетку нанести здесь мы уже окно вытащили вместе с сеткой что-то снизу не вытаскивается так выглядит настоящий подставочный профик он специального материала теплый профик просто тупо приклеивается к раме чтобы не было никаких продуваний и он широкий сколько он наверно сколько рамки 72 это где-то там 55 по толщине по высоте очень жесткий и теплый когда у тебя есть усипостроитель очень удобно выравнивать ставил посмотрел рисочку сделал опа хопа все вы все горизонты диагонали как раз место под стартовый профиль остался сейчас будем пенить уже пакет еще ставить одно окно закрепили вот эти штуки разворачиваем маленькой стороной и здесь они запениваются наполовину то есть они у нас не подставочный доходит наполовину чтобы не было мостика здесь тоже сейчас проем подготовили вот эти места все тоже пропинили где были щели между этим клеем и ватой сейчас будем его ставить а это не клей именно для вот этих пенобетона или не пена как она выходит мою десять раз мочили на претают знатно знатный и прет я даже не ожидал что ее так сильно будет переть более-менее ровно кстати в общем смысл в том что если ее не пшикать водой не смачивать в ней образуется внутри камеры полости пустые такие как бы пустоты и поэтому вот именно так и должна работать сейчас будем стеклить и последнее окошко нам еще надо установить стекло мы поставили заметьте интересно какой шов да вроде алюминиевый вроде здесь должен быть шов а его нет вот научились делать белорусы из алютеха шва нет где шов нет швах пену только синие сошла нет и так как тут стеклопакет самый толстый что может быть на свете штабик самый минимальный я не знаю 5 миллиметров и замок у него такой интересный одинарный вот эта штука кстати она немножко касается вот эта пенка внутри стеклопакета и она его согревает получается смысл в этом ну так вот защелкивается даже по сути и не защелкивается просто вставляется и резинка обжимается все вставляем сейчас резинку это окно тоже его в один слой обвенил и поэтому не так сильно выперло выперло не так сильно лоток еще раз покажу это белая пена flexi-form flex это эластичный типа два года эластичная что это лямбда акустик короче пена прикольная только сейчас я в россии больше нету насколько я понимаю ну собственно вот в чем было дело окно сначала здесь был потом мы его поставили на два сантиметра выше а почему так произошел заказчик нам рассказал в общем в то эти окна уже одну зиму зимовали и был обычный поставочник здесь все это промерзло и в общем это его не устроило он рекламацию писал монтажником они приехали вы выдернули окно открутили старый обычный ну вот этот пвх подставочный профиль поставил вот этот термон а когда ставили его они ну как поставилась так и поставилась короче не учли этот момент но в итоге сейчас когда пришли фасадчики уже они это поняли то что они не бьются эти окна на разных уровнях в чем прикол то что там будет окрашена вот эти полосы и они совпадать не будут визуально соответственно заказчику это не очень нравилось и поэтому на сегодня он с утра вызвал вызвал с утра говорит приезжайте срочно выручайте меня завтра придут фасадчики они уже вам все вату приделали все все приделали и будут завтра трудиться сейчас нам надо вытащить подставушек их обрезать и все это дело запенить ну что мы короче все сделали резинку я не помню дотыкали но мы резинку дотыкали все короче у него не одной створки не было его ему и закосячили и забрали на производство переделывать и вот он живет без этой створки циклопакет стоит а створки нет все собственно мы все сделали он очень рад вам просто блин спасибо спасибо объект у него классный классный у него окна они конечно стоят чуть кстати не сказать что они дороже стоит просто если правильно заказать не через фирма и на то посредством производителей ему привезли просто он заказал сами конструкции мы привезли он с на этом сэкономил нашел ребят здесь каких-то местных они все смонтировали опять же на этом сэкономил и получается что вот такие классные окна стоят такие же как обычно вот как вот мы ездим там везде подписчикам youtube и остальными пока пока сейчас буду рассказывать про деньги так вот когда к нему я приехал в чё по деньгам чё по деньгам нас михаил считает он считает это как как бы фирма должна заработать то есть он обращается не к саше который ездит и может там окошко переставить а в ооо компания мастер организацию которые сотрудники там какие-то там обязательства то что надо какие-то двери ставить вот фуган хоть откосов не был с подоконниками с отливами это и то на то и на том спасибо вот такой необычный у нас получился контент сегодня все тогда я уже сам устал короче надо отдыхать спать 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 спать